В условиях экономических санкций хозяйства молочного и мясного животноводства края работают в штатном режиме. Об этом заявлено на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона, которое провёл губернатор Михаил Дегтярёв. Благодаря краевым и федеральным мерам поддержки, объёмы производства молока за пять лет увеличилось в четыре раза. В 2021 году фермеры производили больше молочной продукции, чем сельхозорганизации. Поголовье крупного рогатого скота в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось в два раза. Продуктивность короб в 2021 году также повысилась. Животноводческая отрасль края требует усиленных мер для стабилизации ситуации и одновременно её развития. Основная сложность – это время. Чтобы получить продукцию, необходимо минимум два-три года с момента начала строительства животноводческих помещений. Около года с момента завоза на территорию края сельскохозяйственных животных, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Старожук. Для наращивания объёмов производства и инфраструктуры на действующих предприятиях правительство края будет использовать все государственные ресурсы, а также активно привлекать инвесторов. Край уже действует меры поддержки животноводства, которые позволяют предприятиям и фермерам успешно развиваться, гранты на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, субсидии на приобретение поголовья, реализацию и производство молока. Также введено новое направление – субсидирование приобретения козоматок, которые можно воспользоваться уже в текущем году. По словам Павла Старожука, в прошлом году ввезено 360 голов крупнорогатого скота, в этом уже 119 голов. Заявки на завоз поголовья продолжают поступать. Всего в 2022 году сельхозпредприятия планируют построить и реконструировать животноводческих помещений на 1070 мест. Более 30% от общего объема бюджетных ассигнований протпрограммы направлено на субсидирование затрат на производство и реализацию собственного молока – 78,6 миллиона рублей. Ставка в конце 2020 года увеличена с 6,5 до 12 рублей. Субсидия компенсирует до 20% затрат на производство молочной продукции сельхозорганизациям и фермерам. В 2021 году поддержка позволила снизить финансовую нагрузку предприятий и повысить привлекательность молочного животноводства. Развитие агропромышленного комплекса в условиях санкции – это наша приоритетная работа. Минсельхозу России поручено разработать программу выведения Дальнего Востока на средний уровень самообеспеченности по Российской Федерации сельскохозяйственной продукции с учетом разработки специальных механизмов государственной поддержки. Необходимо, чтобы наши предложения были учтены в разрабатываемом программе для того, чтобы развивать молочное и мясное животноводство, отметил Михаил Дегтярев по итогам заседания. В Крае в 2022 году планируется завершить строительство свиноводческого комплекса «Скиф-Агро». В проработке Минсельхоза проект по созданию откормочного цеха крупнорогатого скота мясного направления ООО «Мяспроторг». Также ведется работа по привлечению инвесторов к созданию бройлерного производства. В рамках флагманской инициативы Дальневосточный агропарк планируется создать точки роста молочного и мясного направлений.